Я рад вас приветствовать на нашей лекции по этнопсихологии, тема которой «Основы прогнозирования этнических и религиозных процессов в этнопсихологии». И здесь, в этой лекции, я изложу свои представления о том, как следует составлять прогнозы названных процессов. И прежде всего я хочу отметить, что когда мы размышляем о социальном пространстве, мы все время начинаем с вопросов «Где и когда мы живем?». Поэтому хочется процитировать Карла Маркса и Энгельса, Фридриха Энгельса, их слова и строки из немецкой идеологии, предпосылки, с которых мы начинаем, непроизвольны, они не догмы. Это действительные предпосылки, от которых можно отвлечься только в воображении. Это действительные индивиды, их деятельность и материальные условия их жизни, как те, которые находят уже готовыми, так и те, которые созданы их собственной деятельностью. Таким образом, предпосылки эти можно установить чисто эмпирическим путем. Какие же эмпирические предпосылки, какие же предпосылки социального прогноза можно установить чисто эмпирическим путем? В настоящее время в нашем понимании этот тезис Маркса и Энгельса, конечно, необходимо подвергнуть сомнению, поскольку единственной эмпирической предпосылкой человеческой истории являются индивиды, и этот объект или субъект мы можем эмпирически верифицировать. Далее, конечно, начинаются теоретические конструкты. Прежде всего, деятельность – это сложноорганизованный процесс, но действие может быть эмпирически верифицированным. То есть, действие мы видим, проще говоря, а деятельность – это уже некий теоретический конструкт, который надстраивается над действием. Предметы. Они могут быть эмпирически верифицированы, но являются ли они материальными условиями нашей жизни, можно тоже определить только через теоретический конструкт. Таким образом, если выстраивать социальную антологию прогнозирования, то мы можем сказать, что действительны люди, действия и предметы. Люди, действия и предметы, а также связи между ними. А далее начинаются теоретические построения. И вот сейчас мы сделаем такой парадоксальный вывод о том, что существует социальное пространство, а социального времени, увы, не существует. Поскольку, если мы зададим себе вопрос, чем мы меряем историю, чем мы меряем историю, чем мы меряем социальный процесс, то мы опять же обратим внимание наше, что мы используем для измерения социальных процессов секунды, минуты, часы, дни, годы, столетия и эры. Таким образом, для того, чтобы измерить социальный процесс, мы пользуемся астрономическим временем. А социального времени в данной ситуации не существует, поскольку мы сегодня не можем определить, какую же элементарную единицу брать за основу. И возникает парадокс. Существует социальное пространство, а социального времени как такового нет. И таким образом, в этом социальном пространстве могут причудливо сочетаться формы, которые мы в астрономическом времени относим к настоящему, прошлому или будущему. И вот здесь, на этом слайде, как раз отражена вот эта позиция о парадоксальном отсутствии социального времени. Таким образом, прошлое, настоящее и будущее – это грамматические категории, которые мы используем для того, чтобы посмотреть, как тот или иной процесс будет разворачиваться в пространстве, в социальном пространстве. То есть, условно говоря, если представить социальное пространство в виде карты, то на этой карте мы изображаем, например, верх – это будущее, низ – это прошлое, середина – это настоящее. Таким образом, эффективный прогноз этнических и религиозных процессов будет эффективен, если он будет основываться на принципе, что прогнозировать можно существование людей, действий, предметов, а также их связей. Потому что человек в прогнозе, он, конечно, совершает очень важную подмену, он хочет знать, когда и что произойдет. А это уже относится к области гаданий. Здесь, на этой таблице, вы видите две доминанты нашего мышления – религиозно-мифологическую и научно-техническую. Сегодня мы, конечно, живем в научно-технической доминанте, но и религиозно-мифологическую доминанту, конечно, хотя она и на втором плане, она все равно составляет базовый уровень нашего сознания. Что тоже отражается в ситуации прогнозирования. Обратите внимание на критерии научности. Они нам понадобятся для анализа таблицы, которая будет представлена на следующем слайде. Вот данная таблица, где представлены формы знаний о будущем. Этап развития знаний о будущем. И вот, обратите внимание, мы делим этапы развития знаний о будущем на три периода. Это предсказания, предвидения и прогноз. Как вы видите, предсказание датируется периодом до 16 века, и оно, конечно же, базируется на религиозно-мифологической доминанте. И тут вы видите такие формы, как интуиция, озарение, предание, гадание, эсхатология, хилиазм, утопия и антиутопия, а также эзотерика. Человек всегда хотел заглянуть в будущее и использовал для этого любые инструменты, которые казались ему эффективными. Но дальше, для того, чтобы людям представить результаты, вот это вот, при открывании завесы тайны над будущим, он использовал определенные эпистемы, то есть формы рационализации вненаучного знания. То есть приведение их к каким-то критериям научности, которые здесь вот как раз и отражены. Для того, чтобы, например, знания, которые получены путем гаданий, то есть использования чистого субъективного опыта, сделать общим достоянием. Например, римский жрец Гаруспик должен был каким-то образом донести. И, соответственно, он использовал для этого определенный язык, он систематизировал, это он системно излагал, он пользовался какими-то определенными принципами, по крайней мере, он их излагал, эти принципы. Была определенная проблема, по поводу которой к нему обращались, и, естественно, запрос, то есть предмет. В 17-19 столетии, когда религиозно-мифологический доминант уступает научно-технической, мы можем говорить о религиозно-метафизической или научно-метафизической доминанте. И форма знаний о будущем, это метафизика, научная фантастика, исторический материализм, футурология, философия, социология и махросоциология. Соответственно, критериев научности, которые используются для рационализации данных о будущем, которые получены в рамках этих областей знания, уже больше. Соответственно, они более научны. Ну и, наконец, собственно, прогноз, это вторая половина 20 века и настоящее время, где появляется такая форма, как социальное прогнозирование. Здесь соблюдаются фактически все основные критерии научности, в том числе проверяемость и воспроизводимость. На этой таблице представлены два способа организации жизни людей, эпический и драматургический. Эпический способ организации жизни, он в большей степени характеризуется, характерен для традиционных обществ и культур, где жизнь человека была равна повествованию. Почему, собственно, в древних средневековых культурах такой яркой формой литературы был эпос? Да и сегодня, так сказать, эпос это романы, это повести. И, соответственно, есть герой, он же автор собственной жизни. Способ проживания жизни им это самовыражение. И он своей жизнью как бы рассказывает о себе. Что характерно для этого способа организации жизни людей, это тождество и подлинность я. Но, с начала 20-го столетия, эпический способ организации жизни, он уступает драматургическому. И характеристика драматургического способа жизни, это наличие драматурга и режиссера, действующих лиц, которые исполняют социальные роли. Вот, соответственно, способ проживания жизни это режиссура и постановка. Есть сценарий, сюжет, ставится некий спектакль. И тогда есть уже не то же свои подлинности я, а некий образ я. И, соответственно, актерская правда, как вживание в какую-то роль, смена ролей. И сегодня, вот в современных сообществах, этот способ жизни преобладает. В традиционных сообществах, повторяю, способ жизни эпический. И вот такая смена сегодня происходит. Для чего это нам важно? Для того, чтобы прогнозировать развитие этнических процессов. То есть, как будет жить та или иная этническая культура. Как будет жить то или иное религиозное сообщество. Очень важно осознавать, что сегодня особый способ организации жизни. Это социальная драматургия. Как одна из предпосылок. И что важно, что, так сказать, важно дифференцировать, в прогнозе дифференцировать, играют ли люди роль, или действительно они проживают собственную жизнь. Играют ли роль определенные сообщества, или реально проживают какие-то процессы. Пожалуйста, обратите внимание на литературу и на контактную информацию. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. До новых встреч.